Переполох в Ленинском районе. На коммунальной арене появилась новая управляющая компания ООО «Коммунальник». Все бы ничего, только 94 дома в районе уже обслуживает ООО «УК «Коммунальник». Отличие в названии только в двух буквах. Я даже всех предупреждала, смотрите на квитанции, а то еще вам пришлют квитанции двойные. Запутаться легко волнуются жители. Возглавляет новый коммунальник бывший директор Старого. Он, по словам жителей, и предлагает перевести дома в новую управляющую компанию. Я только удивилась, а на какой базе он это будет делать. Если у нас есть коммунальник, у нас есть дом управления, ЖИО, который там, там есть лесаря, там сварщики, там есть обслуга. А он с кем будет работать, с кем он будет этим делом заниматься? Я ему стала говорить, он говорит, ну все будет. Этого товарища мы не знаем, а этого уже знаем, что они ничего не делали. Мы недовольны его работой. На нового директора Старого коммунальника жители еще возлагают надежды. Сергей Кирин, в свою очередь, опасается. Действия новоявленной конторы ставят под угрозу начало отопительного сезона. Подготовка к нему уже завершается. И смена управляющей компании в этот момент может оказаться фатальной. К тому же конкуренты раздают жителям листовки, где предлагают очень заманчивые, но маловероятные, на взгляд, Кирина условия по договору. Снижение тарифов за коммуналку на 18% за счет упрощенной схемы налогообложения. По упрощенной работать можно, но это немножко другой смысл в этом упрощенной. Это с подрядными организациями просто расчеты будут другие. А с населением-то по тарифу они не изменятся абсолютно. Единственный момент, это они могут сделать минус 18% только за счет недоказания каких-то услуг. Новый коммунальник вправе обслуживать жилищный фонд. Компания прошла лицензирование. И доверять ей свои дома или нет, решать могут только жители на общедомовом собрании. В первую очередь, надо смотреть, что за этой компанией, сколько у нее техники, какое у нее преимущество, непосредственно потенциал для обслуживания того или иного дома. На момент лицензирования у нового коммунальника не было на содержании ни одного дома. И доверять ему жители пока не торопятся. Я так сказала, что мы коней на переправе не меняем. Мы попробуем поработать и с другими. Ну не понравится, будем организовывать свое ТСЖ. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.